друзья всем доброе утро я готовлю завтрак себе любимый так но как я вам говорила у меня будет у меня будут бутербродики с брынзой с чесноком зеленью у меня есть кусочек вот такой вот курочки это куриная грудка вяленая вот конечно к таким бутербродиком лучше подойдет красная рыбка красная конечно же но вот нет у меня красной рыбы точнее она у меня есть кстати да можно ее даже взять засолить но наверное это не сегодня так друзья ну что-то как-то плохие просмотры давайте как-то это дело повышать кидайте мой канал ссылку на мой канал своим друзьям и знакомым вот потому что мне много что интересно узнать по поводу минска все-таки хотя я там была у нас там кстати есть родственники наверное в эту поездку я не буду с ними связываться потому что это очень дальние родственники там был мой раньше брат но такой знаете какой-то седьмая вода на киселе то есть брат не брат непонятно но я с ним раньше поддержала отношения когда ездила в минск даже встречалась вместе с ним ездила к нему в район и оставался в квартире ночевать потому что раньше мы с ним он еще когда был женат мы с ним вместе гуляли как-то не знаю почему где-то в юности почему-то я поехала в беларусь понятия не мне зачем почему и там жила где-то около недели и жила именно вот у него жил он женой какие-то на каких-то дачах где эти дачи что задачи понятия не имея даже сейчас не вспомню а так у него конечно в минске квартира собственная вот но мы давно с ним уже не связывались как бы поэтому не знаю где он что вот и еще есть племянница моей бабушки тетя люда которая тоже живет в минске она раньше жила долгое время здесь в москве но когда моя бабушка умерла она была замужем за двоюродным за родным дедом моего моего деда братом в общем запутанно как-то вот и брат моего деда умер и соответственно а еще у нее у них был сын сын тоже умер короче какая-то трагедия полная и в итоге по моему она даже продала квартиру что не помню здесь в москве и они переехали она переехала в минск там у нее жила дочь от первого брака а может не от первого не помню оксану ее звали а вот с оксаной я виделась очень очень мало я общалась очень мало я снова общался с общалась петь к ну вот петьку этот брат вот а соответственно тот который в минске брат вот сергей которому я ездила это вот вообще какой-то там двоюродный троюродный моего брата троюродного то есть он вообще не по нашей крови вообще непонятно как непонятно чего в общем но родственники были короче вот и но мне там нравилось очень прям вот хотелось бы да и наверное что-то мало комментариев по поводу моего отдыха вы чего за меня не рады что лечит не пойму буквально два человека написали один про минск подсказал мне мой подписчик моя подписчица и вторая подписчица написала что вот они были в дербенте им очень понравилось понятно что скорее всего они там были на экскурсии они не собственным ходом там так далее ну я так предполагаю просто вот но все равно приятно спасибо что написали но может быть просто я предполагаю что видео досмотрели не до конца потому что в основном пишут только я кулинарная фея мне конечно это тоже радует но блин так еще у меня будет свеженький огурчик тарелочки с бутербродами и помидорки с песта да вот такие дела кофе налью в маленькую чашечку 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 все заметили да что я говорю чашечку я не знаю почему так друзья кстати сейчас я вам покажу я тут уже да я в своих шортах в своих шортах с авиной майке который мне очень нравится так пока будет кипятится чайник сейчас я вам покажу что я тут себе уже приготовила перед приходом сестры приготовлю и кстати об укропе у меня были такие вот маленькие баночки это из-под соевый соус что леле в общем из-под чего то наверно от якидори остались вот и вот такие вот я пока уложила поставлю заморозку прям как раз сразу достал суп кинул на разок очень классно хорошая идея секундочку вот сколько у меня укропа я его уже помыла просушила чуть-чуть буду резать и упаковывать в какие-то контейнеры пока в какие не знаю единственный еще контейнер которым я вообще не пользуюсь мне есть вот такой но наверно большего то я не знаю то есть там наверно потом все будет колом что ли я не знаю очень надо подумать достала две куриные грудки сделала так вот и вдоль пополам от объем посолю поперчу обжарю лесные грибочки с луком и запарширую немножко наверное вам процесс покажу будет у меня гарнир рис с брокколи и кабачком я уже приготовил несколько штучек меня в холодильнике было вот такой у нас будет ужин или не ужин я еще не знаю что это будет так друзья а еще во сколько я сегодня проснулась две часов странно что так рано да кстати кто-то не говорил что помидоры не хранят не хранят в холодильнике вот теперь они у меня стоит в корзиночке здесь вот на табуреточке на кухне спасибо большое погода вроде ничего на что-то я смотрю люди какие-то все слишком одеты что там 13 градусов нет нифига погода не ничего какая слегка прохладно короче хочу все вот это вот приготовить укропчик вот курицу сделать с грибами гарнир и хочу доехать меня кто-то однажды просил сделать обзор на дзене магазина вайлет вот я поеду сделают обзор в отрадным у нас есть этот магазин покупать мне ничего не надо просто ради этого поеду и может быть магазин карри сделаю обзор потому что все таки осень наступила мало ли кто-то хочет оба юз обувь обувь приобвести себе так ну и вроде все а вечером должна приехать катюха но я еще не знаю потому что мне не писал но не писал потому что она еще спит так ладно я продолжаю готовить завтрак себе и пойду прямо перед телеком наверно посмотрю чего-нибудь с утра передача какой-нибудь легкой и позавтракаю попью кофейку завтрак конечно у меня шикарный получился просто обалденный правда мне кажется что то тут не хватает по моему курасанчик сейчас пойду схожу на кухню за курасаном так я уже смотрю какой тут утренний сериал не знаю что такое чисто просто в качестве фонара друзья мне конечно не хватает что не приходит никто в гости но во первых не из-за того что просто не хотят меня видеть нет на самом деле но те кто вредничают конечно сейчас именно это и напишет мне в комментариях но нет натаха просто учить турецкий язык да она хочет всех там разбомбить в турции нормально смысле слова не подумайте ничего плохого хочет там дать жару так сказать она знает английский вот решила еще турецкий подучить не подучить а вообще в принципе учить она брала несколько уроков пробных и очень понравились и понравились занятия и вот решила учить дальше пойти дальше так сказать катюха просто сейчас занята потому что не влада пошла в в детский сад открылся детский сад все они приехали с абхазии пошли в детский сад и пока ей не до нас но встретимся мы обязательно еще перед отъездом в беларусь друзья наверное кто-то не досмотрел мой ролик до конца я так понимаю да но досмотрите пожалуйста потому что я все-таки уже куда-то отчета как-то радости мало пару человек только отозвалось кстати по поводу тыквы я придумал что я сделаю еще из тыквы из тыквы кстати я сделаю творожную запеканку то есть готовится как обычная творожная запеканка просто еще добавляете на средней терке натертую тыкву и я думаю что будет очень вкусно я прям уверена в этом конечно же из тыквы я еще сделаю молочную рисовую кашу но остальное просто натрую на терочке на среднее упаковывал пакетики и уберу в морозилку вот и потом зимой уже буду доставать там каши варить гарниром что-то там добавлять или вот делать в качестве просто какого-то основного гарнира то есть я люблю тыкву с лучком пожарить например добавить можно томатик и вполне себе как гарнир очень даже или ну к чему-то приправить просто например с мясом или еще с чем-то но просто единственный такой момент что она разваривается и превращается в кашу поэтому лучше как наверное основное блюдо это делать но не тушить с чем-то все друзья я пошла завтракать всем приятного аппетита хорошего утра и хорошего настроения итак куриные грудки фаршированные лесными грибами сегодня я сделаю не так как обычно обычно я делаю куриную грудку целиком надрезаю в ней кармашек и обжаренные с луком грибы добавляю сыр и вкладываю в куриную грудку обваливаю муке соль перец специи обжариваю сегодня сделаем по-другому друзья вы уж на меня не обижайтесь но приготовление полное приготовление куриных грудок фаршированных с грибами немножко другим способом я был уже в дзен кому интересно заходите туда смотрите ну вообще в принципе заходите в дзен смотрите там у меня в основном рецептики и обзор магазинов повторяю еще раз так ну ладно погода 13 градусов и у меня такое ощущение что ночью шел дождь потому что асфальт рано утром был слегка темновато то есть соответственно мокрый кстати даже листва у хост тоже слегка не знаю видно вам или нет слегка как бы с каплями что ли как влажная кажется поэтому возможно все-таки шел дождь так ладно сейчас приготовлю пока готовится у меня куриные грудки хотя я буду делать не в духовке а на плите на сковородке я быстренько отварю рис подготовлю зелень к заморозке и в принципе все и поеду буду одеваться и поеду в магаз поеду в отрадное форт так что у меня там за грибами лисные грибы кстати говоря в качестве жильена вот очень вкусные используйте именно лесные грибы потому что это очень вкусно особенно если будут белые это вообще будет бомба просто понравится всем понравится всем даже кто не любит грибы я так думаю так я уже сварила кашу осталось добавить только тыкву это у меня гарнир рис с овощами я еще добавила фасоль здесь кабачки брокколи еще фасольки я добавила вид на самом деле не сильно презентабельный но это вкусно честно говоря так и вот мои куриные грудки стоят в виде котлеток фаршированных грибами красиво скажите к ним кстати можно сделать какой-то соус йогуртовый либо сделать соус в виде жильена то есть горячий а йогурт вы это как холодный будет ну или красный какой-нибудь соус за 20 но я бы сделала на самом деле просто сливками залила я просто не буду делать этого не буду заливать вот на самом деле тыкву в рисовую кашу и творожную запеканку с тыквой я сделаю чуть-чуть попозже вечерком я смотрю погода вроде чуть-чуть наладилась солнышко уже виднеется вовсю время 2 часа дня что-то я долго не делала просто то телик посмотрю то 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 это так что друзья кстати да по поводу рецепта куриных котлеток куриных грудок точнее фаршированных заходите в дзен смотрите но все очень просто на самом деле но все равно зайдите посмотреть хорошо все я поехала в магазин сейчас один из поеду сестра пока не звонила так что непонятно вообще придет она вечером или нет или мне придется это есть одной вот и вечером после магазина приду сделаю уже то что хотела сделать все побежала приехала в магазин какой-то моби или не нажницы для сыра креманочки отели шампанского бокал для шампанского деканта такой ребят нам подарили когда мы вправо ездили миленький такой магазинчик для дома кучи всякой ерунды нет вообще здесь ничего не надо просто так решила зайти смотреть может вдруг что-то интересное вижу что такое часы песочные с блестками прикольно только для чего непонятно сколько у них тут минута минута сыпется или нет вот бутылки мне нравятся прикольно вот эти и бокалы прикольно и насквозь насквозь классно 799 свечки ароматические стекле вот такие бокалы мне нравятся но это лучше я в другом магазине куплю хочу чтобы они были прям разноцветные надо запомнить цену 400 рублей за бокал где их там видео то какой-то забыл название магазина в котором я все покупаю для дома так ладно я же пришла с определенной целью так может кому-то интересно будет магазин называется прям со стороны находится перекресток где и там как раз вот этот магазинчик был мне вообще вот этот магазин очень нравится очень нравится что-то там даже спасибо большое не надо что-то там даже как-то покупала глинхилд пойду кучу зайду мне нужен спортивный костюм вообще-то но здесь никогда не бывает моих размеров от слова совсем здрасте я вот этот вот прошлый раз сиренью присмотрела он такой серо-сиреневый вот одна кофточка стоит 5000 штаны уже в другой цене но отдельно от кофты стоит тоже так же 5000 ну и какой-то на мой взгляд синтетика сплошная так ладно пойду дальше на самом деле тот магазин который я хотела снять его здесь нету наверное поеду сейчас из отрадного из форта поеду так друзья никого не покупайте обувь в респекте так все это уж какой-то кинетеатр поеду тогда в ростоке на чё делать странно по карте осмотрела валит был может в остин сходить до нее не охота ну ладно поеду просто не на кстати погода на самом деле неплохая но я честь ради вас можно сказать еду в ростоке на мне вообще там ничего не надо так что такие дела наверное даже вот куртку я одела наверное даже это жирковато то что я одела поэтому надо было что-нибудь полегче одеть на самом деле ладно поехали из форта в ростоке на так но если вы не посмотрите ничего на дзен больше снимать не буду да нет шутка конечно же шутка сегодня наташки наташка где-то там работает и я-то думала что есть погода не повезло и она тоже думала кто-то там у нее в каком-то турецком чатике написал что погода отвратительная чуть ли там не дождик что ли или как-то сыро вот а сейчас ну видимо разгулялась потому что с утра я тоже выглядывал конечно было вообще не алё так ну ладно поехала я как отсюда ехта а как отсюда надо назад вернуться встретимся уже в ростоке на сейчас проезжаю бетанического сада вот эти вот дома это по-моему вторая линия от метро по моему очень они мне нравятся вот может быть пойти посмотреть там квартиры думаю надо будет подумать куда столько пробок это пипец какой-то просто ужас просто трындец откуда они здесь все взялись никто не знает так приехала я со стороны где у меня парковка там где маг отдел мой отдел говорю парковка f красная вот сразу вайлет так что друзья смотрите только из-за этого вам приехала сюда чтобы вам показать этот магазинчик кстати может быть что-то померю сейчас пройдемся просто так а уже на дзен конечно смотрите и придется поставить музыку потому что хотят дзен пропустит музон он к этому не критичен даже кстати может быть я что-нибудь по мире мне нужны штанишки беленькие прямого какого-то кроя ну ладно друзья так что переходить обязательно дзен и смотрите симпатичные и на ощупь кстати ничего чё за штанцы прикольно так ну ладно я погнала снимать все только ради вас мне вообще ничего не покупать я скоро к минск поеду какое интересное платьице все разбросился в глаза вот такая классная юбка я думаю это шорты а это именно юбка классная карманы потайны или нет клевая на запах полиэстер и конечно ну и что мне понравилось окно я взяла конечно кофточку вот такую серенькую юбка на запах коротенькая кофточку и такая серенькая но я взяла чисто так чтобы померить так карманы потайные здесь вот видите какая пряжечка но клёвая клёвая юбочка клёвая кофт конечно немножко не подходит надо будет что-то другое посмотреть спросить так но длина мне прям очень нравится супер прям вообще я рада что я взяла померить клёвая музон-то такой классный можно поплясать чуть-чуть поплясать я хочу прям в клуб уже просто в клуб хочу тусить как раз в этой юбке вот я наверное ее и возьму сейчас смотри что еще к ней можно взять померить ну ты еще две три наверно покрутить с ботинками да круто очень круто берите так мне принесли вот такую штучку топ такой серенький он не чуть-чуть прям великоват хотя размер мой xs так за такой пиджак от правда совсем не мой размер но это вот от этого как бы комплектика так друзья потом напишите как вам ну понятно что не под эти ботинки как вам комплект понравился или нет дорогие друзья в итоге конечно я что-то купила что я купила покажу вам уже дома я думаю что вы уже поняли это то что я мерила не знаю зачем мне это надо было очень понравилась вещь штучка такая прикольная и наконец-то короткая я уж соскучилась по коротеньким вещичкам все я иду в сторону где припаркована моя машина и еду там у сестров пока не звонила поэтому я даже не знаю придет она или не придет но она мне написала что она хотела приехать с Софой но Софка поехала на какой-то концерт там с подружкой или с кем не знаю в общем чуть попозже скажет а я честно говоря так хочу есть поэтому наверное не буду дождаться когда они там ко мне приедут или не приедут поеду-ка я домой покушаю и наверное сделаю себе еще один гарнир как вы думаете какой конечно макароны не могу короче я без них жить так то что я приобрела конечно покажу вам уже дома а пока положим на соседнее сиденье ну это капец конечно слушайте я еще зашла сняла заходите в дзен я еще сняла магазин магазин карри буду выкладывать постепенно заходите смотрите буду очень вам признательна надо как-то канал поднимать денежку я оттуда уже сняла но платит как-то маловато помню когда я только зашла на дзен было вообще очень классно и у меня прям первые первая прибыль где-то в районе трех тысяч пришла это с подписчиками в количестве 20 человек по-моему за два месяца у меня пришло три тысячи это было удивительно вот так что такие вот дела но я понимаю что надо постоянно там что-то выкладывать работать над этим и так далее но вот не так часто получается у меня выезжать в какие-то магазины если бы я работала где-нибудь до обеда то да было бы прикольно после обеда сразу загонять в магаз что-то снять вот и выложить хотя бы два раза в неделю где-то вот такая очередная должна быть ну ладно все я поехала уже встретимся с вами дома сейчас буду по дороге звонить катюхе сестре своей спрошу чё к чему когда я ехала сюда она сказала что она только проснулась время было там чё-то часа три капец вот теперь эта громадина здоровая стоит у нас на нашем маленьком кусочке сквера вот так вот вот так вот и надо теперь все объезжать вот так вот вокруг это вообще конечно капец полный ой какой закат красивый вот самолетик стоит еду вперед к солнцу красиво как скоро буду дома и покажу вам штучку которую купила я сама в шоке если честно я вообще ничего не собиралась покупать но меня прям подкупило что это коротенькое такое я прям сразу прикинул как у меня будет образ какой пиджачок одену какую водолазочку что у меня есть топ черный ой боже я себе всего там ну выдумывала сразу капец полный ой не знаю зачем мне столько вещей сейчас кстати с мамой созванивалась говорю мам я так хочу макароны она говорит а я вот думаю чего-то я хочу точно говорит макароны я говорю мам и куриные крылышки в медовом соусе она говорит ага так что друзья сейчас я точно сделаю макароны но понятно что крылышки никакие делать не буду потому что я уже сделала курицу фаршированную в виде вот таких котлеток красивых так что сейчас буду дегустировать видимо котюхи я сегодня дождусь еще даже не успела раздеться забежала в пятерочку про крылышки вот мы с мамой разговаривали я говорю мам приезжай она смеется я говорю крылышки будем делать купила крылышки теперь буду покупать по пол батончик хлеб потому что для меня батон это слишком много я не успеваю его есть сейчас буду проводить дегустацию своих вкусных куриных грудок друзья пока не разделась представляете прям вот только вышла из машины забежала домой вспомнила что документы в машине оставила выхожу из подъезда такая приятная женщина ирина здравствуйте у меня видимо такой взгляд сразу будет как боже мой наверное кого-то я опять пропустила мимо не поздоровалась думаю может соседи наши я же говорю у меня с памятью чисто визуально вообще не алло оказывается это моя подписчица которая однажды прогуливалась мимо моего дома и однажды мне в комментариях написала типа застала только вашу машину живет прям рядом со мной я пригласила на чай или кофе но к сожалению она спешила спасибо вам большое что у меня смотрится блин это так круто спасибо даже неожиданно что в моем районе меня уже кто-то узнает это я я с вами нет это еще не окончание сейчас еще может что-нибудь будем с вами готовить если придет Катюха то конечно я сниму потому что вообще-то я ее пригласила чтобы мы поболтали о нашей поездке так как едем вместе потому что она вообще не в курсе какая у нас там будет программа я только ее попросила давай купим билеты заброним отель и сделаем предоплату нашего тура она сказала да хорошо и она знает только куда мы едем а что дальше вообще она не в курсе но видимо ей возможно все равно ей просто хочется тоже куда-то уехать так же как и мне ладно я пошла переодеваться и сейчас вам покажу что я купила но вы наверное даже не удивитесь хочу вам сказать это точно так начинаю хвастаться это та самая юбочка которую я мерила перед зеркалом топ мне был великоват юбка прям в самый раз стоила она 2 599 в общем не выдержала не выдержала я купила юбку но я прям мечтала давно видимо вселенная меня услышала что я хочу короткую тепленькую юбку прям вот на осень она конечно же тут какой-то что тут за основная ткань полиэстер ну конечно же господи ну что еще может быть но все равно ребят прям вот так захотела не могу вообще прям душа рвалась можно сказать зато теперь я знаю в чем я поеду в Минск в Дагестан в этом вряд ли можно ехать а в Минск точно можно так что ура блин я так рада я уже прям придумала себе такие образы у меня будет там например черненькая водолазочка у меня есть черненькие например можно ну экспериментировать черные колготки черная водолазка юбку вот это так можно что можно под сапоги можно под ботинки или просто вот под макосинчики мои лоферы черненькие так сверху значит что еще у меня есть такая крутая классная купила в очень хорошем магазине кстати я вам его показывала сегодня в этом в отрадном который прям заходишь когда с центрального входа со стороны со стороны вот кто знает отрадное если зайти не со стороны стоянки автомобильной а вот там с другой стороны там прям входишь сразу какой-то ювелирный слева справа какой-то парфюмерный по-моему и сразу направо повернуть и вот там прям пройти вот этот магазинчик я там тогда купила помню такого же формата юбочку на осень длинную ношу ее с удовольствием мне очень нравится но там по-моему шерсть шерсть с чем-то и к этой юбке я помню купила зеленую водолазку такую изумрудного цвета такого глубокого изумрудного и поверх этого водолазки я прям думала я буду одевать такой знаете черный топ кожаный короткий но только он на лямочках вот я думаю вот под эту юбку как раз этот топ будет вообще бомба просто капец просто капец мне кажется я просто буду мужиков штабеля сами передо мной будут складываться я их буду только это думать кого взять кого не взять ладно шутка конечно вот так что я очень рада так друзья что я купила поздравьте меня с покупочкой друзья я не знаю в итоге про сестру я уже стал уже устал говорить приедет она или нет но не важно все равно вечер у меня будет классный давайте наверное я на этом закончу сегодняшнее свое видео время время без 15 кто не верит без 15 без 10 точнее 7 вечера вот наверное я сейчас макароны хочу умираю просто дегустацию уже не буду вам показывать проводить дегустация будет в дзене после приготовления этих курино-грудок так что заходите смотрите а я наверное передохну выпью венца продегустирую то что я наготовила наварю всем макарон и буду просто валяться у телека видимо просто тупо отдыхать если сестру придет то классно нет так нет ничего страшного ну все друзья всем хороших выходных хорошего вечера классной осени и всем приятного аппетита кто собирается ужинать с вами я ваша баба ладно все-таки похвастаюсь вам котлетками куриными грудками фаршированными в разрезе сейчас вам покажу как это красиво вот красота и это еще и вкусно вот так